Два плохих сценария. Олд Хилл Бой, он же Евгений Сатановский, в телетайпе. Конфликт Армении и Азербайджана разворачивается по худшему сценарию. Обещание взаимных ударов армян по Мингечевирской плотине, а азербайджанцев по Мецаморской АЭС означает превращение Закавказья в зону экологической катастрофы, гибель десятков, а может быть и сотен тысяч людей и переход войны между двумя бывшими союзными республиками в хроническую фазу с необратимыми последствиями. Особенно, если на стороне Азербайджана выступит Турция, от которой можно ожидать чего угодно. И тут вариантов развития событий два. Первый. Россия во все происходящее не вмешивается. Дипломаты заявляют свое, политики свое, но внимания на них никто не обращает. Мировое сообщество, как всегда, интригует и подличает. Все тащат каштана из огня в свою пользу. Влияние Москвы в регионе падает до нуля, а в мире резко снижается. Внимания на нее больше никто на постсоветском пространстве не обращает. Смысла нет. Но деньги и силы сэкономлены. Рисков никаких формально, все в рамках международного права. Нейтралитет, другое название которого, импотенция. Для нас со времен Горбачева дело привычное. Второй. Москва находит аргументы, после которых никто ни по кому никаких ударов описанного выше типа наносить не будет. Понимая, что их физически не переживет ни один из руководителей, который на это решится. Ни военных, ни политических. Их зачистят, где бы они ни находились. Без оглядки на какие угодно соглашения и какие угодно последствия для отношения России с Арменией и Азербайджаном. Не разбирая, кто прав, кто виноват. Любая страна, которая в конфликт на чьей угодно стороне вмешается, будет иметь вырванные годы и много цоресов. В сказке про один народ, две стороны, Эрдоган может рассказывать утенку, которого специально для этого ему можно привезти с московского птичьего рынка. Пускай ему голову крутит. Опять все обидятся, но если будут понимать, что с ними не шутят, а холонут. Причем только в этом случае. И тут и тем, и другим придется это доказывать. Показать, кто в доме хозяина, кто тут папа, очень полезно для всеобщего мира. Но делать все надо не как Михаил Сергеевич, который с конфликтами на постсоветском пространстве напортачил максимально и страну в итоге потерял. А по-настоящему, без дураков. Стоить будет дорого, рисков масса, финансовой прибыли никакой. Да и непонятно, готовы мы к чему-то серьезному. Или так, пугнули турок и западников в Сирии. И по большому счету все. Других дел полно, так что практически несбыточный вариант. По Украине видно. Опять же, есть для этого политическая воля или нет. Говоря проще, бейцем. И желание непонятно. Тут по-настоящему буйные нужны, а не такие, как мы сейчас. Мы теперь выдержанные, расчетливые, хладнокровные, до изумления. Аж противно. У нас все считают. А так страны не создают и не сохраняют. Только теряют. В чем у нас опыт совсем недавний. Что будет, увидим. Никакого оптимизма нет. В России, насколько можно судить, армяне и азербайджанцы между собой не сцепятся. Хотя у первых Дашнаки есть. У вторых Волки Азербайджана. Местный клон турецких нацистов. Но на то и ФСБ, чтобы их вовремя гасить. Со всеми прочими, кто пытался свои разборки к нам перенести, пока получалось. И не стоит думать, что после большой драки, будя она состоится, обе стороны или одна из них вылезет из будущих руин и к нам потянется. Не потянется. Ждут они от России чего или нет. Будут благодарны за предотвращение разворачивания нынешних боев до необратимого состояния или нет, не будут. Гасить это кроме нас некому. Все остальные только поджигать будут. Включая ту же Украину, которая до того перед Баку заискивает, что их посольство в Ереване местные в знак протеста борщом облили. Чтоб в чужую драку Киев не лез. А мы больше не Советский Союз со времен, если не Сталина, то хотя бы Андропова. В данном случае, к большому сожалению. Old Hill Boy, он же Евгений Сатановский на телетайпе. Два плохих сценария.